На городской конкурс притяжение вышло с проектом туристско-экскурсионного кластера «Пешком». Краеведение, музейное дело, туризм – здесь вообще приоритетное направление. И теперь знакомство с историей города проходит в виде захватывающей игры, в которой разговаривают даже портреты на стенах. В рамках гранта было установлено новое оборудование, наши плазменные панели и музейный киоск, которые помогли сделать наши экскурсии максимально интерактивными. Здесь применяются современные технологии, нейросети, и ребята в интересном формате могут узнать о загадках ивановских фабрикантов. Загадки загадками, но экскурсия позволяет изучить и вклад каждого фабриканта и городскую архитектуру, посмотреть, как изменились здания, построенные меценатами в прошлом и позапрошлом столетиях. Школьники, увлеченные краеведением, даже воссоздали образ Осипа Сокова, крепостного крестьянина, который не просто стал фабрикантом, но одним из основателей хлопчатобумажной промышленности страны. Ни одной фотографии его не сохранилось. Мы нашли в архивах описание Сокова. Нейросети, которая сейчас популярна, дали это описание. Она нам предложила много вариантов. Здесь можно увидеть три луча, которые мы отобрали. Тут же можно попробовать себя в отделке ткани. Школьники заодно узнают, что рисунки раньше наносили вручную, используя резные доски манеры. Если у вас есть фантазия, то, конечно же, это немного проще. И для меня даже так легче, чем просто самой рисовать. Новые возможности центра показали главе города. Рассказали об идеях некоторые уже в процессе воплощения. Вот такую интересную игру, посвященную различным фактам из истории Иванова, разработали преподаватели центра притяжения. Она называется «Мистическая Иванова». Это карточная игра. На каждой карточке вопрос, посвященный тому или иному факту. Если перейти по QR-коду, можно прочитать одну городскую легенду. А в перспективе и результаты мастер-классов по набивке тканей хотят использовать лучшие варианты дизайна, можно будет запускать в производство. Сейчас вот несколько туристических проектов наши центры дополнительного образования презентуют. Я уверен, они будут пользоваться успехом. Почему? Потому что это не только рассказ о прошлом городе, города, нашего города, но и взгляд в будущее, потому что дети здесь принимают решение о том, какой город должен быть через 10, через 20 лет. И, безусловно, это радует. Помимо притяжения, грант в городском конкурсе выиграли детские сады номер 165 и 180, а также центр «Перспектива». Общая сумма бюджетной поддержки – 1,9 млн. При этом учреждения вкладывали и свои собственные средства. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания «Барс».